Сьюзан Полгар живет и работает в Нью-Йорке. Она воспринимает мир очень необычным образом. У Сьюзан мозг гения, идеально приспособившийся к главному увлечению ее жизни. У Сьюзан первая женщина-гроссмейстер по шахматам. Но блестящий мозг достался ей не при рождении. Он был создан ее неординарным детством. Сьюзан – живое доказательство удивительной теории о том, что из любого обычного ребенка можно вырастить гения. Мой выдающийся мозг. Сделайте из меня гения. Вечер воскресенья. В районе Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке готовятся к решающему поединку. Белыми играет Сьюзан Полгар. Черными – Пол Труонг, бывший чемпион США в самых сложных партиях в шахматы. Блиц. Каждый игрок должен сыграть партию за 60 секунд. Это демонстрация гениальной игры в шахматы на высокой скорости. Ты полностью контролируешь свою судьбу. Твой мозг против мозга оппонента. Поняв, как устроен блистательный мозг Сьюзан, мы сможем открыть потенциал нашего собственного мозга. Сможем понять, как люди принимают жизненно важные решения быстрее, чем суперкомпьютеры. Или показывают чудеса памяти в своей ежедневной работе. И как в борьбе полов, женский мозг может перехитрить мужской. Я на самом деле верю, что если серьезно заняться этим, если этого действительно хотеть, можно добиться чего угодно. Мозг Сьюзан – неодолимая сила. У ее оппонента закончилось время. Он последний в длинном списке выдающихся жертв. Сьюзан заканчивала партию в ничью с величайшими игроками в шахматы, такими как Гарри Каспаров, Анатолий Карпов и даже великий Бобби Фишер. Но гений Сьюзан – неврожденный. Она была обычным четырехлетним ребенком, чью жизнь изменила уникальная система образования. Сьюзан Полгар выросла вдалеке от Нью-Йорка. В конце 60-х годов Венгрия все еще пребывала в железных когтях Советского Союза. Для обычных жителей Будапешта повседневность превратилась в жестокую схватку за выживание. Будущее королевок шахматной доски родилась вовсе не принцессой. Вот улица, где я родилась и прожила первые 10 лет моей жизни. Да, дом все еще стоит. На ближайшей половине, которую вы видите, была моя комната. Здесь я впервые научилась играть в шахматы. В другой комнате спали мои родители. Там же было что-то вроде гостиной. Это вызывает столько воспоминаний. Если дом Сьюзан был очень скромным, ее отец был человеком с уникальным видением. Дипломированный психолог Лазло Полгар глубоко изучил происхождение детской гениальности. Исходным примером для него служил Вольганг Амадей Моцарт. Сочиняя музыку уже в возрасте 5 лет, он был классическим примером ребенка с врожденным даром. Но Лазло заметил, что отец Моцарта, Леопольд, сам был прекрасным музыкантом. И он стал рано давать сыну драгоценные уроки своего мастерства. Лазло решил, что специальное обучение более важно, чем природный талант. И у него появился удивительный план, который должен был подтвердить его теорию. Когда в апреле 1969 года родилась Жужа или Сьюзен, эксперимент семьи Полгар уже начался. Ее отец уже написал книгу под названием «Вырастить гения». В ней он утверждал, что гениальность не врожденное качество, а созданное. Здесь говорится, цитата, что означает, гений – это одновременный труд и счастливое стечение обстоятельств. Под счастливыми обстоятельствами Лазло имел в виду счастливый дом, который должны были обеспечить он и его жена Клара. А упорный труд гарантировал он сам, самостоятельно обучая Сьюзен. Мой отец считал, что потенциал большинства детей не раскрывается. Он чувствовал, что я вряд ли много получу, если буду ежедневно ходить в школу. Лазло собирался заниматься со Сьюзен математикой, но она сама выбрала свое будущее благодаря счастливой случайности. Однажды, совершенно неожиданно, в поисках новой игрушки я открыла шкаф, и оттуда выпали шахматы. Я спросила маму, что это. Она сказала, что это шахматы, но я не могу помочь тебе с ними, потому что не знаю, как в них играть. Но подожди, папа придет домой и с удовольствием научит тебя. В семье Полгара не было ни одного выдающегося шахматиста. Сам Лазло был всего лишь любителем. Но он был уверен, что сможет сделать свою дочь гением в чем угодно. Тем более, что училась она с удовольствием. Мой отец глубоко уверен, что это могла быть какая угодно область знаний. И методы можно было использовать одни и те же. В первую очередь, для ребенка очень важно любить определенное занятие. В моем случае это были шахматы. Тогда все остальное дается легко. Возможно, было бы проще, если бы Сьюзан выбрала музыку или науку. Но, посвятив свое детство шахматам, она еще больше усложнила задачу. По одной причине. В начале 70-х в шахматах полностью угловенствовали мужчины. Некоторые лучшие в мире шахматисты были уверены, что женский мозг просто не приспособлен для этой игры. Маленькой девочке предстояло доказать, что они ошибаются. Это сады дворца Бленхайм в графстве Оксфордшир. Здесь находится самый большой зеленый лабиринт в мире. Проблема навигации — известная область противостояния полов. Мужчины никогда не спрашивают дорогу. Они считают, что лучшие женщины знают, как добраться из пункта А в пункт Б. Профессор Питер Маклеот решил выяснить, действительно ли они правы, хотя бы иногда. Существует масса стереотипов о разнице способов решения проблем мужчинами и женщинами. И хотя некоторые стереотипы основываются на предубеждениях и предвзятых, когда эти стереотипы встречаются во всех культурах по всему миру, нельзя не задуматься о том, что что-то за ними все-таки стоит. Десять юношей и девушек пытаются добраться до статуи в центре лабиринта. Но первая цель — деревянный мост, с которого можно осмотреть окрестности. Таким образом, Маклеот и его подопытные собираются с мыслями. Как дела? Очень-очень тяжело. Узнаете что-нибудь? Ну, в которых частях вы уже побывали. Я проходил по той стороне с зигзагообразным отрезком, а потом прошел туда. Помню большинство поворотов, через которые прошел. Мальчики как будто смотрят на большую картину. Они четко помнят, где они побывали и куда им надо идти. Я просто стараюсь идти в том направлении. Или, по крайней мере, они думают, что идут именно туда. Я собираюсь пойти направо. Нет, не пойду. Пойду налево. Боже, почему? Человеческий мозг разделен на два полушария. Левое и правое. Думаем мы, благодаря тонкому внешнему слою каждого полушария, коре. Но в мозгу мужчины кора толще в правом полушарии. Это и улучшает чувство пространства. Поэтому считается, что юноши лучше ориентируются в пространстве. Они создают мысленный образ всего лабиринта, который используют как карту. Затем они выбирают ориентир, например, солнце, чтобы понять, где они находятся. И мысленно поворачивая карту, они решают, куда им сворачивать. И так у молодых людей хорошее чувство пространства, которое дает им уверенное ощущение того, в какой именно точке лабиринта они находятся. Хорошо. Давайте попробуем. Но так ли размышляют девочки? Если, когда ты выберешься, тебе предложат нарисовать карту лабиринта, сможешь сделать? Нет. Нет. Как ты думаешь, что ты сможешь вспомнить, когда выберешься? Наверное, отрезок со всеми этими кругами, когда приходилось переходить из круга в круг. А, конечно, ты сможешь вспомнить, как эти круги выглядели ведь так? Да. Девушкам менее интересна общая картина. Они выхватывают отдельные детали. Теперь я знаю, куда идти, потому что, когда я выбралась из этого отрезка с кругами, в качестве выказателя они пользуются отличительными особенностями круглых изгородей. Как и юноши, девушки пользуются правым полушарием для ориентирования. Но в женском мозгу мозолистое тело, которое соединяет две половинки мозга, развито лучше. Поэтому девушки также полагаются на левое полушарие, которое отвечает за рассуждения. Они фокусируются не на лабиринте в целом, а на деталях, которые могут описать словами, таких как округлая изгородь. Девушки ориентируются, следуя списку указателей, от одной метки к другой.